Всем привет! Я стартанул запись. У нас сегодня третья сессия Usman Anything. Сегодня с нами 30 человек, как в прошлый раз приблизительно. Что мы хотели сегодня обсудить? План на сегодня. Во-первых, мы хотим дать важные какие-то уточнения по поводу того, как работать с примерами кода. Правильно, грамотно, так, чтобы это вам помогало. Затем, если кто-то из финалистов захочет поделиться, те, кто уже закончил стейдж 0, захочет поделиться своими какими-то инсайтами, то будет очень круто. Так, подмигиваем Максу. И был еще Алексей Леша тоже. Если вдруг он присоединился, то тоже будет круто, если он поделится своими инсайтами, как все прошло. Мы, наверное, может быть, продолжим знакомство. И у нас еще будет кусок такой, где менторы может поделиться своими инсайтами, какими-то общими соображениями, опираясь уже на опыт ревью. То есть, с чем чаще всего сталкиваемся, какие-то нюансы работы, взаимодействия, коммуникации. Это все по желанию. Вот эти четыре блока, но не обязательно в том порядке, в котором я их назвал. С чего бы нам начать? Итого, как работать с чужим кодом. Может быть, инсайты финалистов, инсайты со стороны менторов и продолжение знакомства. Мы будем работать где-то приблизительно в течение часа. Лучше в следующий раз прервемся через час и продолжим в следующий четверг. Так, с чего бы начать? Давайте начнем с чего-то очень вдохновляющего и очень приятного. Это, например, с инсайтов со стороны финалистов. Это по желанию, не обязательно. Если есть, ребята, вам что рассказать всем остальным, я помогу, буду задавать какие-нибудь вопросы наводящие. Можно начать просто с самопредставления. Меня зовут Такта, я закончил этот курс Stage 0 еще 5 лет назад, например. Так, подмигивания не сработали. Добрый день. Привет. Меня слышно нормально? Да, вполне. Меня зовут Алексей. Я на этой неделе закончил ваш курс Stage 0. Что я могу сказать? Мне курс очень понравился. Понравился тот материал, который предоставлялся в тасках по поводу сложности. Что я могу сказать? Для меня достаточно было сложно, но я очень много времени этому уделял. У меня Алексей лично спрашивал в Телеграме, что я могу сказать по этому поводу, но, честно говоря, никаких секретов в выполнении этого курса так таковых нет. Просто лично в моей ситуации я абстрагировался от всех своих остальных жизненных деталей, скажем так, и полностью сфокусировался на курсе. То есть до работы, после работы, практически во время работы я пытался как-то уделять этому время, и все. Можно еще задать запитание, если ты из новичков сразу, или ты еще впробовал до этого перед курсами Jazz, HTML, как ты пришел к нам? Просто я только первый раз приедналася до звонка, и я впевнена, что я где-то слышу тебя. Я в 2018 году как-то начал изучать веб-разработку, но мне хватило где-то месяца на четыре. За это время я успел пройти только в верстку, и я проходил ее по FreeCodeCamp. И буквально я вот только начал изучать JavaScript, но не очень далеко ушел, там совсем базовые вещи, явления переменных, только базовые функции, и все. И на этом я закончил. Потом вот у меня появилась возможность в этом году вернуться к этой теме. Я начал повторять весь этот материал, и вот за день до начала старта курса «Стейч-0 катанов» я узнал про катанов, и меня это вдохновило. И я как бы с удвоенной силой начал все это повторять, проходить, и буквально я все это уже, все это повторение и обучение у меня уже пошло во время курса. Я прошу прощения, можно со мной по-русски? Да, скажи, чем ты занимаешься, и как пришел, почему пришел, решил заняться программированием? Я инженер, просто всегда хотелось попробовать себя в этой сфере. Ну и я думаю, что я пойду по пути свитчера так называемого. Немного устал от своей основной деятельности. Спасибо, Скай. Помогает? Помогает? Есть какие-то такие штуки, когда вот, ну, наверное, сейчас тебе еще сложно оценить. Я просто тоже свитчер, но я свитчу из гуманитариев, и мне было, ну, в чем-то помогало, потому что я учу языки, поэтому, соответственно, вопрос английского у меня никогда не стоял, но зато какого-то такого математического склада ума, вот каких-то таких штук, которые, мне кажется, учат люди, связанные с инженерными специальностями, мне поначалу не хватало. Ну, я на самом деле получаюсь двойной свитчер, потому что я тоже начинал с гуманитарных направлений и, считай, работал в продажах все время, а потом у меня получилось на три компании перейти, в техническую область, вот, и поэтому сейчас я чувствую, что я подустал уже тогда от этих технологий, что я сейчас использую, да, в инженерной тематике, вот. Ну, и мне очень нравится веб-разработка в том плане, что, почему мне нравится фронт-энд, потому что я не только, как бы, разрабатываю пишу код, да, какую-то логику, мне нравится часть дизайн применять, то есть, там, какие-то элементы, пользовательский интерфейс разрабатывать, вот в этом плане. То есть, я в этом часть творчества своего, я могу очень долго разрабатывать пользовательский интерфейс, я прям сажусь и поглощаюсь этим процессом, и если, например, у меня что-то не получается в процессе прохождения курса, вот, ну, я чувствую, что задачи сложные, PGS решаются, там, или еще что-то, я просто переключаюсь на дизайн, я начинаю, пока есть время, разрабатывать и верстать страницы, которые там идут далее по темам, что-то придумываюсь, потом я чувствую, что я отошел, как бы, от этих сложных вещей, где надо напрягать мозг, я переключаюсь обратно, и уже легче идет. У меня вот это так-то. Отлично, отлично тебя понимаем, потому что я сама тоже кибернетик, очень много было математики, и когда я увидела, как моя подруга верстает сайты, я почувствовала, это какая-то магия, это что-то божественное, и я поняла, что мне нужно во фронтен пойти, и потому что мне, ну, все вот эти цифры, это что-то точно не мое, лучше вот, когда люди видят свою работу, это очень здорово, когда ты сам чувствуешь кайф, когда вот это все пиксель перфект, потому что, Леш, я очень тебя понимаю и поддерживаю твою идею, это круто. Спасибо. У меня последний вопрос, и мы уже отпустим. Вопрос такой, скажи, пожалуйста, вот, например, если бы ты сейчас, ты сделал все задачи подготовительной фазы, и если бы ты смотрел полу-реквесты других студентов, те, кто там еще делает JS-дом, например, или Прендзап, ну, это чисто фронтендовая штука, как ты думаешь, тебе было бы, что рассказать, чем, что подсказать и чем помочь другим студентам? Я тоже над этим задумывался, я пытался начинать делать какой-то, какой-то ревью, но я часто ловлюсь на мысли, что я сам не до конца понимаю, что я советую нужную вещь, или... Мне кажется, что я еще не готов давать света, потому что я до конца сам не понимаю, как это должно работать. Понятно, спасибо большое. Так, ну, может быть, тогда, может, какие-то там фразы, пару слов не обязательно, но на пусты и всем остальным, тем, кто еще в пути к финишу, стоя в стейджном летном. Ну, в первую очередь не сдаваться, стараться... Ну, могу посоветовать так, как делал я, то есть переключаться, если какая-то таска сложно дается, можно переключиться куда-то дальше, там, и заниматься версткой, и не писать логику, скажем так, не решать задачи, а как-то отвлекаться на схожую тему, но немного как второстепенную, скажем так. Спасибо большое. Леша, поздравляем еще раз с финалист... Как это? С попаданием в список финалистов, на самом деле полпути. Участники там, кто тоже поздравляет, не стесняйтесь, там где-то какие-то плюсики поставить, какие-нибудь имонжики в чатике. Я думаю, что Леше будет приятно, что за него рады не только менторы, но еще и коллеги-студенты. Так. Спасибо. Удачи, успехов. Макс, ты включал микрофон, может быть, да, есть что рассказать. Да, всем привет. Я в прошлый раз смотрел видео и вспомнил первый раз, когда я слушал про контейнеров. Это... Тогда не было такого обширного здания, как скажем, вот. Там было все начало сделать страничку, типа как френдапс, и издание было покемонов вытащить и отрисовать. Да, но тогда мои издания были минимум, минимум, самое это, Джекуэй. Я такой в ступор попался, ну, как его сделать, как его... И там время тоже было такое вредное. Потом как-то так забыл про Катанавс, и именно понял мой друг, он закончил, там, в 19-м году власть. И с 8-го или с 8-1. И тогда я начал делать уже поздненько, и не успел. Не успел, но были возможности посещать ваши стальжени. Вы там очень доступно все рассказывали. Одновременно делал свои задания. Там, допустим, Депландра спрашивал, что бы как там, чтобы поп-ап делать. Ну, и в принципе, я упрошел. Прошел я, конечно, долго. Это, получается, почти год у меня занял. Летом я вообще ничего не делал. Ну, как-никак я... Все позаканчивал. Единственное, у меня были проблемы, это... Ну, у меня давление было такого, именно опыта, как бы, что-то делать, а кто-то меня проверяет. Да, и давление очень быстро шли. Ну, были очень эмоциональные у меня такие всплески, когда я писал там, не по 10 инаково в списании, типа... Как бы для меня так как бы была радость, а мне мой друг говорит, «Макс, ты там посмотри потише, потому что там все думают, что ты какой-то эмоциональный, через что-то включишь, мы всех проверяем, и быстро мы работаем». Ну, в принципе, так-то чуть-чуть потом успокоился. Ну, и очень помогли эти все знания, которые давали мне в ревью. Потому что изучение всего материала, это, конечно, большой плюс, но это не всегда будет в жизни применяться, все равно будут какие-то стандартные, какие-то методы, еще свойства, которые ты будешь принимать, зависит от проекта. Но это очень большое такое, именно как бы читывать. Из всех платных курсов, такой бесплатный, потому что я, честно говоря, прошел Java Group, не jQuery, а от IT и DL, но и понимал, что все, что они проверили, это же можно было и найти бесплатный интернет. То же самое, LoreJS и все такое. Так что курс очень хороший, он очень познавательный, дает очень много знаний, особенно, когда ревью получаешь какое-то, это вообще просто. Там еще больше узнаешь, а когда чужой код читаешь, еще что-то узнаешь для себя. Так что, в принципе, те, кто закончили, большие молодцы, те, кто продолжают учиться, учитесь, это будет только плюс до вас. И, в принципе, на этом как бы все. Единственное, хотелось бы, чтобы отчеркнуть, когда смотришь, читать код, тяжело найти точку входа. Где-то они начинают функции вызывать в фильме кода, и ты ищешь, смотришь, как, куда надо правильно начинать код читать. А так, ты не слышишь на большую мастер. Спасибо большое. Это, кстати, хороший пойнт, вот, да, найти точку входа, это не только к мастерству чтения кода, но еще и к мастерству писания кода. То есть можешь сам написать код, там через два года смотришь, и думаешь, где же эта точка входа. То есть нужно думать еще о себе будущем. Так, может быть, есть у кого-то вопрос, может, у студентов? Да, Кристи, прошу. А какие было самое интересное задание, або какое тебе самое надало больше прокачки, и ты зрозумев, что вот, теперь я уже, вот, вот, отчу, что я хоть трошки, но и в программе. Ну, это было на френдапс. Там самое большее было, какое-то практическое строение. Последнее задание. Ну, дякую. Так, спасибо большое. Ну, технически у нас не было просто раньше возможности, когда Макс закончил курс, его поздравить с этим. Я думаю, что он достоин того, чтобы ему сказать пару приятных слов в чатике. Спасибо большое. Так, мы закончили знакомство с нашими, с нашими, двумя из трех финалистов. Может быть, третий с нами есть. У нас третий, я только по нику, извините, не помню имени реально, Шрамковая. Сережа, мне кажется. А, Сергей, у нас с нами был финация, you don't know jazz, и мы его знаем, по факту. Но я точно фина, что он не заходит, когда он на звезды. Так что, такая у нас ситуация. Ну, видимо, он еще 27 октября закончил стейдж 0 и, наверное, заслуженно отдыхает до Нового года от нашего курса. Так, эту часть мы сделали, нам осталось поговорить о том, как эффективно использовать чужой код для обучения, какие-то инсайты со стороны менторов и продолжение знакомства с участниками. Давайте сразу поговорим о чужом, о том, как использовать чужой код. Мы в прошлый раз затрагивали эту тему и нам кажется, нам показалось, что некоторые студенты не совсем правильно нас поняли. Тут, я попрошу сейчас своих коллег еще там меня подкорректировать. То есть, поинт в том, что для того, чтобы научиться на чужом коде, его нужно понять и через себя переработать. По сути, даже переписать руками, даже элементарное просто переписывание руками, уже это гораздо лучше, чем, например, копипейст. И это вот важно. Здесь все, у нас бесплатный курс, мы ни за кем особо не следим, но если простое копирование не дает, копипейст не дает знаний, это обязательно, этот дефицит обязательно где-то проявится на самом курсе, тот, кто просто скопировал какую-то задачу, он не дополучил знаний, необходимых для продолжения стейдж-один и будет неизбежно отставать, тормозить и, в общем, в итоге выпадет где-то на каком-то этапе из учебного процесса. И так, такие риски есть. Но вот на стейдж-ноль есть смысл самостоятельно бороться до конца и только в крайнем случае уже там в конце где-то смотреть, как это делают другие и пытаться воспроизвести как свой код. Христя, маешь что-то додать? Я, как-то сказать, привержена за то, чтобы самому написать код, потому что, по-перше, когда вы смотрите код, это по факту вы крадите, вы убиваете свою идею. Вы уже не сможете написать код так, как вы это видите. И это показывает практика, что лучше сейчас сбить этот час. Вот я поддерживаю в этом Лешу. И не бойтесь, я выставил свою идею написания коду, даже если она будет немного озвучена, но рано или поздно вы начнете поделиться позднее этот код, вы сможете потом переписать. Это будет для вас подвечный и я точно гарантую, потому что сейчас у меня была ситуация, когда я не могла написать свою задачу, мне подавали много генераций идей, мне показали, как это надо сделать, но у меня есть проблема в том плане, что пока я не побачу загальную картинку, это я буду просто красить кого-то чьюсь идею. И поэтому лучше соби пишите, лучше соби обдумайте, задайте питание, что нужно на вход, что нужно на вход, что мне нужно сделать по кроку, вы пишите, размалюйте, вы научитесь думать как программа, это вам нахваки даёт большой плюс, а потом потихоньку вы сами его напишите, и это будет уникальность ваша, и, возможно, кто-то поддевается на ваш код и скажет, привет, он может быть граммский, но настолько доступно написано, что питания нет, нет, работают, это нужно говорить на первых кроках, и потом можно задавать запитания, ставьте себе тоже запитание, если вы понимаете, что вы хотите запитать, и я думаю, что это один из моих таких лайфхаков, таких, как я пишу, и я думаю, может, вам это поддельно. Спасибо. Может быть, есть у кого-то еще что-нибудь добавить? Я бы хотела присоединиться к Леше и Христе в том, что важно разбираться в том, то есть я в прошлый раз это говорила, что программирование это, наверное, единственная сфера, с которой я пока сталкиваюсь, где, в общем-то, оригинальность не очень ценится, в смысле, лучше писать понятно, а не там совмаражаться. И стеклорфлоу driven development, когда там ищешь где-то какие-то готовые куски кода и просто смотришь, как она работает, это существует, это имеет право на жизнь, и, ну, как бы, да, мы все там где-то ищем какие-то готовые решения, вот просто вот очень важная грань, просто подчеркнуть то, что говорил Леша, очень важно вот буквально досимвольно понимать, как работает тот код, который вы там скопировали и берете к себе в приложение. То есть обычно вот такое непонимание его выдает то, что код он неадаптирован. Ну, то есть, скажем, ты там читаешь там чью-то домашку, да, и там идет там лэд и конст и все красиво есть 6, а тут посередине где-нибудь раз выплыли кинтювары и совсем другие принципы наименования, там, тут были точки запятые, поэтому они пропали. То есть, как бы, человек просто взял скопировал и не особо разбирался в том, как оно работает. Вот это действительно не очень хорошо, потому что в таком коде, ну, как минимум, там просто могут быть какие-то ошибки или эффекты, которых вы не ожидаете, то есть, там есть какие-то лишние детали, которые вам в приложении не нужны, они там остались, потому что вы не до конца разобрались и, ну, не адаптировали под свои потребности. Ну, и в учебном смысле, конечно, вы очень сильно себя в этом смысле обкрадываете, потому что лучше сейчас задать вопрос, спросить, почему это не работает, и даже сказать, вот я там вот этот кусок не могу сама написать, я вижу, что вот здесь вот у коллеги вот такой-то есть, но я его не до конца понимаю. Объясните мне, что здесь происходит или что я пропускаю. То есть, вот сейчас, ну, мы, во всяком случае, надеемся, что мы создаем вам такую максимально дружелюбную обстановку, в которой вы можете эти вопросы задавать и в которой всегда найдется кто-то, кто постарается помочь. Вот, но постарайтесь разбираться в том, что вам непонятно вот сейчас, пока у вас есть такая возможность. Я еще могу додать? Да-да, да, да. Просто сейчас эти задания, которые мы вам даем, я уверена, что они простенькие, ну, вы потом, позже, это понимаете, конечно, но будут такие приклады, которые вы продолжите это копировать, то есть вы не будете разбираться, и рано или поздно функционал нужно будет удоскновить, там нужно будет что-то дописать. И вы придете до того моменту, что вам придется потратить тот час, бумеранг вернется до вас, и вам придется все-таки разобраться, возможно, еще дойдете до того, что вы просто выкинете тот попередний код, и вы напишете сам. То есть, пробуйте все-таки привчитися, что, если вы копируете что-то, постарайтесь обговорить каждую строчку, то, что вы раз это сказали, я тут тоже поддерживаю, чтобы вы понимали, почему саме так она пишется, а не так, как и наш. Спасибо. Есть еще у кого-то что-то добавить? Я добавлю, да, тоже свои мысли, если можно, по той, как бы, ситуации, которая сложилась на прошлой неделе на этой линии. Просто не знаю, актуально ли это для участников, которые сейчас здесь собрались, но просто, если вдруг ты один из предъявных участников, который решил просто скопипастить чужой код и выложить его как-то засвоить, то, как бы, я хочу донести, что сейчас ты работаешь не для нас, не для какой-то халосты, ты работаешь только сам для себя, ты работаешь на свои знания, на свой опыт, и не будет у тебя времени в будущем это, не нужно думать честно, а, сейчас копирую, просто поставлю, мне запрыгают, смежат все, и я продолжаю дальше. Дальше просто никакого смысла и толка не будет в этих знаниях, которые ты просто запрыгиваешь. Пока у тебя есть возможность спрашивать, слушать какие-то идеи, рассказывать свои идеи, все спокойно и просто, спокойной атмосферы не в рабочих когда у тебя дедлайны жмут или что-то еще. Пытайся по максимуму пользоваться и не гонись просто за галочки. Спасибо. Спасибо. Так, есть еще у кого-то или можем дальше двинуться? Здесь, наверное, мы по этому поводу, мне кажется, сказали уже достаточно. Глаз набивается, знакомые фрагменты запоминаются, мы, может быть, не всегда об этом говорим явно, но мы привыкши читать код, поэтому у нас там где-то там на подкорке это все откладывается. Так, двигаемся дальше. У нас осталось около получаса и осталось два блока. Это знакомство с участниками и какие-то инсайты со стороны менторов. Я предлагаю сейчас немножко разбавить и познакомиться может быть с одним, двумя, тремя участниками. Если кто-то вдруг хочет что-то рассказать о себе или задать какой-то вопрос по курсу, плюсуйтесь в чатике, я вас дам вам слово, а сейчас пока посмотрю на список участников. В прошлый раз мы начинали сначала, тут ABC сортировочка, сначала латинец, латинец, потом кириллиц, сейчас пойдем с конца. Так, Юля, Урих, если у тебя есть возможность подключиться, то включись микрофоном, давай немножко поговорим. Если нет возможности, давайте двигаемся дальше. София, окей, есть плюс, Данил. Да, здравствуйте, еще раз. Вопрос по дому. Камеру можно включить, да? Да, конечно. Здравствуйте. Вопрос по дому. Я создал div, ну как, const div просто не функции, и замерз, ну, и кинул по request уже, как бы, проверили. Как бы, вопрос в том, что я в этот div глобальный создал, вставил текст функции, и мне нужно, ментор сказал, что нужно это поменять. То есть, я в глобальный div вставил уникальный текст, это как бы плохая практика, нужно создать уникальный div и ставить уже свой текст. Я это сделал, создал новый div функции, вставил текст, который мне нужно, и каждый раз, когда я кликаю на менюшку, как бы, к ней проявляется в класс active, и, как сказать, добавляется текст, потом я кликну на второй item, добавляется текст, и дальше, и дальше, и дальше. Можно я, я просто знаю, это я тебе говорил, привет. Я тебе писал, что перед тем, как додавать, тебе нужно просто отпишать блок и вставлять новый. И все. Да, как его отчислить, я просто ответил тебе. Напиши мне в личку, и мы, думаю, разберемся. Я понял, хорошо, спасибо. Так, там, кстати говоря, прямо в pull-requests можешь переписываться с ментором. Там есть комментарии, даже треды такие. Я ответил еще вчера, наверное, не увидели, но я понимаю, что много работы, много надо чего приедет, поэтому я написал, вы не приедете, как так, я все понимаю, естественно. Бодя тебя не бросит, поверь, он. Спасибо. Так, давайте, может быть, менее технические вопросы, больше сфокусируемся на каких-то наших затруднениях. Юля попросила дальше, София не ответила, Сергей Гаврилов. Можешь рассказать пару слов о себе, где ты находишься по программе курса, и есть ли у тебя какие-то сложности с обучением, чем мы могли бы, может быть, здесь коллективно тебе помочь. Сережа не включает микрофон. Следующий у нас ОККО. Не знаю реального имени, не вижу. Тоже не включает микрофон. Назар у Steam. Есть что рассказать, что-то спросить? Привет. Ну, рассказать может, хіба про себя, запитать, в принципе, никаких вопросов пока что нет. Котаню почув два года назад, на Adel Challenge. Я уже раз хотел попасть до вас, но я каждый раз как-то находлю, потому что у вас начались курсы набир очень поздно. Я снова думал, что прилечу, но за неделю два или три приеду, а потом перенесли сроки и думаю, что уже до конца будет идти. С курсом пока что все понятно. Проблем нема. Рукуемся дальше. Спасибо. Хорошо. София. София написала, что не чула, как мы ее подпитали. София, можешь, 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 включитися, что-то сказать про себя. Доброго дня. Мене чути? Да. Я совсем недавно приедналася до курсу и узналася про него буквально тиждень назад. И сейчас поставила над собой цель, чтобы его пройти до 31 грудня. поэтому каждый день стараюсь проходить как минимум по одному таску. Пока все понятно, потому что с начала карантина я начала интересоваться веб-розработкой и самостоятельно освоивала CSS, HTML, начала JavaScript. Просто я научилась на факультете кибернетики и уже много в чем разбиралась в программировании. поэтому как-то простейше опановить веб-розработку. Есть трудности или что-то что-то часто облочить? Или пока что окей? Ну пока окей, но думаю, когда я дойду до JavaScript, там где будут сильнейшие задачи, то думаю, меня это троехе остановит, потому что это заставляет много думать и обдумывать, и через это переживаешь, что, возможно, нестигнет. Я почула кибернетика сразу. Где? Ты из какого университета? Из Шевченко. О, моя кровь. Дивися, я думаю, если вы проходили C-sharp, если ты все прошла ADE и C++, тебе JavaScript точно не возникнет проблем. Я как раз вижу. как раз бачишь. Потому по факту, если ты уже понимаешь базу ООП, и ты понимаешь, как оно работает, то скажешь, JavaScript это будет как бальзам на душу, потому что я, честно, C-sharp зненавидела. Но чисто своя история кохания вышла невдала. Но по факту, если тебе сейчас C-sharp идет good, JavaScript будет очень простейше. Не переживай, будет классно. Я думаю, что после этого ты еще будешь классным программистом в JavaScript. Не переживай. Дякую. Дякую вам. Я, насправде, когда начали учиться с C-sharp, он меня так налякал, поэтому я перешла на JavaScript и разумела, что это как-то простейше, а C-sharp я просто увидела лабораторные работы, у нее страшно стало. А там плюсовался Александр Скреневский. Это плюс переписки в чате или что-то есть сказать для Софии? Наверное, просто заплюсовался в чате к чьему-то утверждению. Был в чате вопрос у Юля, можно ли еще присоединяться? Можно, нужно, еще реалистично, вполне реалистично, даже если ты не успеешь до 31 декабря пройти, закончить все задачи из Stage 0, у нас будет что тебе предложить, как двигаться дальше, сделай просто максимум того, что ты успеваешь, что ты можешь в своем темпе, а потом на самом деле не стоит себя недооценивать, может быть и успеешь, почему нет. Так, если есть кто-то еще, кто хотел бы что-то сказать здесь или спросить на общую группу, то, плюсанитесь сейчас в чатике, давайте два плюса поставьте, чтобы я отличал от одного плюса, что это значит. Два плюса, если что-то сказать. Если нет, то тогда мы сейчас переключимся временно на инсайты со стороны ментора, а потом вернемся еще к знакомству. Так, коллеги-менторы, у меня есть как ментору что сказать, но может быть есть у кого-то из вас какие-то инсайты, вот из тех пол-реквестов, от которых вы просматривали код, и какие-то там общие рекомендации по коду, типовые ошибки, например, ну, не знаю, whatever. Я тогда пару слов от себя скажу, да, я сейчас задам какой-то своего рода паттерн, и может быть индуцирую у вас какие-то аналогичные мысли. Первый с моей стороны инсайд. Вы же все помните, что у нас глупых вопросов не бывает, да, и мы обещаем, что на любой вопрос всегда найдется какой-то конструктивный помогающий ответ. Это улица с двусторонним движением. Если вас ментор о чем-то спрашивает, а я надеюсь, наш ментор не задает риторических вопросов, которые не требуют ответа, да, так вот если ментор вас о чем-то спрашивает, то, пожалуйста, отвечайте. Мы, как правило, задаем эти вопросы для того, чтобы понять ход ваших мыслей, и это помогает нам помочь вам лучше. Поэтому, пожалуйста, внимательно читайте. Если есть вопрос, то ответьте для себя, а потом напишите пару слов ментору, ему будет приятно, что на его вопрос ответили. Это же касается просьб. Например, если где-то написано, что please confirm that whatever done, то это значит, что нужно конфирмнуть, что ты это сделал, подтвердить. Да, я прошелся по чек-листу, все понял, все проверил, типа да. Это нам помогает немного сэкономить время. уверены, что студент прошелся по чек-листу, не через пункт, а каждый пункт внимательно изучил и сделал все, что мог, все, что понял. И не стесняйтесь задавать вопросы. Если что-то непонятно в комментариях ментора, мы не всегда пишем прямо так, слушай, вместо этого куска кода напиши вот так, просто закопипаст и все. Мы немножко заставляем думать. Поэтому если в наших рекомендациях что-то непонятно, то не стесняйтесь задавать вопросы на GitHub, в pull-requests можно переписываться, как неудивительно. так. У меня есть еще кое-что, но я готов выступить, я могу 6 часов, как показывал опыт прошлого курса, могу 6 часов разговаривать без перерыва. Есть ли у кого-то что-то из ментора, что-то по задачам каким-то сказать? У меня есть 5 копеек по поводу тех случаев, когда люди поздно знали, не уверены, что они успеют или не успеют к началу основного курса. Мне кажется, что если вам эта тема интересна, то есть если вы уже работаете в программировании, хотите где-то прокачаться или планируете только в нем работать, и вас вообще это интересует, то я бы продолжала, вне зависимости от того, понимаете ли вы, что вы успеваете, не успеваете, потому что у нас кроме этого курса нет дедлайна, все задания, которые закрывать не будем, поэтому вы можете параллельно с учебой этим заниматься, параллельно с другой работой, насколько вам это интересно, не то, чтобы 1 декабря все чаты закрыли, все удалили, и вы себе, если не успели, то вы не успели, и все закончилось. Учитесь в своем удобном для вас режиме, у нас в прошлом было, ну, в прошлом году у нас была практика перкупи обучения, когда студенты в принципе учились, вот как было удобно и ревьюили друг друга, сейчас основная масса этих студентов пришла уже на вот тот который идет, но это не значит, что если вы там допустим через полгода придете в тот же чат и спросите, вот я там не понимаю такую задачку, что вам никто не ответит или не пояснит или будет ли там допустим большое количество людей, которые сразу будут проверять полреквеста это вопрос, потому что люди перейдут на какие-то другие задачки, но в любом случае, если вам это интересно и вы там может даже сейчас не успеваете на основной курс, продолжайте занимайтесь в том режиме и в том объеме, который вам комфортен, мне кажется это довольно неплохая возможность. Вот. Спасибо. Да, еще дополню Настю, что некоторые, которые в прошлом году начинали не успели там сейчас перешли, а некоторые, которые в прошлом году проходили перцепир и уже работают контендерами. Так что как бы не главное оставаться за какой-то галочкой просто условить материал, который шикарно преподается в кодекс. Спасибо. Так, есть ли еще что-то? Я тогда ко второй там, к следующему тому, что накопилось. Бывает такая ситуация, некоторые начинающие разработчики написал какой-то код и ты обсуждаешь с ним этот код и предлагаешь ему какое-то альтернативное решение. Он говорит, слушай, оно же так работает. Чего напрягаться? Я сейчас покажу очень простой пример, вокруг которого мы немножко потанцуем. Например, видно мой экран и WebStorm. Скажите пожалуйста кто-нибудь. Отлично, спасибо. Ну вот, например, есть два фрагмента кода слева и справа. И они дают абсолютно одинаковый выхлоп. То есть в итоге в консоли появляется сначала циферка 0, потом циферка 1. Все. То есть левый код вполне работает. Зачем делать лучше? Вопрос следующим. А почему же, какие есть риски и потенциальные угрозы, если не сиюминутные, а потенциальные угрозы, и чем отличается код справа от того, что написано слева? Может быть, если вдруг у кого-то есть какие-то соображения, пожалуйста, скажите. Это даже будет круто, если кто-то, особенно те, кто прошли середину всех заданий, меридиан, экватор, извините, то скажите с голоса вот какая проблема и разница между левым и правым кодом. Не бывает ошибочных мнений, мы все разберем. Всем привет. Наверное, я могу сказать голос. Меня зовут Таня. Ну, что я вижу, это то, что переиспользование данного кода в первом случае, да, я вывожу два значения, во втором случае два значения в консоль. Но если мне придется вывести когда-нибудь тысячу значений, я же не буду тысячу раз копировать строчку консоль лог, а во втором случае мне нужно всего лишь поменять значение два на тысячу один и все. И это все будет работать прекрасно. Супер, спасибо большое. Да, 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 продолжай, извини. Я просто не вижу сейчас экрана, поэтому я слепую. Вот, собственно, ну, это все, наверное, вся мысль, которая тут, то, что я вижу в этом примере. Да, спасибо большое, ну, абсолютно точно. То есть, здесь действительно это не rocket science. и в самом деле там код слева и код справа не одинаково работают, но код справа отличается тем, что он суше и он более scalable. Наверное, там для выведения просто двух циферок это overkill. Ну, в самом деле, там вообще можно было бы слева упростить написать log там и в скобочках 0,1 и было почти то же самое. Ну, объединить их ньюлайном еще. Там плюс символ ньюлайна и плюс единичка и вот вообще идентично будет. Но код справа это он более scalable, он более maintainable. То есть, им проще потом работать, его расширять, как-то его модифицировать. И вот во многих случаях, когда мы извините, вынуждены уметь, ну, я думаю, что все запомнили этот код. Сейчас стопну презентацию. Да, в общем, во многих случаях, когда вы встречаете в некоторых заданиях, например, в тех, которые я, как правило, ревьюю, я там предлагаю что-то оптимизировать, ну, там одна строчка кода, там, две несчастных пропорти вывести на экран, ну, нафига это еще оптимизировать, ради чего? Это как раз ради того, чтобы вы привыкали, не забывали о том, что есть такая оптимизация, иначе вы рискуете, когда придете на работу, не вспомнить о том, что можно оптимизировать. Вот. Лучше сейчас немного потренироваться, немного там переписать строки типа, ну, не знаю, сейчас я сейчас просто накидаю там из тех, кто делал, те, кто делал TinyJS Vault или там, или Frogger, они помнят эти штуки, но TinyJS Vault, то есть там, например, часто бывает такой фрагмент кода, там, не знаю, вот так напишем, hands, Леш, может, широкий экран? Ой, sorry, да, все время, спасибо, спасибо большое. Например, hands, this hands, потом legs, и тут приходит ментор и говорит, слушай, а ты можешь это дело как-то заоптимизировать? Ну, типа, что тут оптимизировать? Две несчастных этих штукенций. Но, вот именно потренироваться, во-первых, здесь, ну, использовать методы Array и просто потренироваться использовать методы Array. Очень часто встречается, что использовать там for или forIn, но чаще всего вам будет подходить какой-нибудь метод Array. Если он вам не будет подходить, то вы точно будете знать, что в этой конкретной ситуации там forEach или map или join они вам не подходят. Ну, как здесь заоптимизировать? Я подсказываю сейчас не буду. Это там где-то в код-ревью. Но здесь есть, если вы знакомились с материалами, которые прилагаются к Tiny.js World, там есть ссылочка на принцип Dry. Don't repeat yourself. И кажется, что don't repeat yourself это не делай вот так вот. А на самом деле, не повторяя себя, даже вот внутри таких очень простых конструкций, типа, здесь заметен паттерн. То есть, все эти там, есть две записи, они объединены, там даже без точки с запятой, они объединены там разделителем каким-то. Сейчас еще что-нибудь, там здесь, например, напишу Wings какой-нибудь. А мне было в задаче, но тем интереснее. Вот уже начинается проблема. То есть, мне теперь нужно скопировать кусок кода, в двух местах поменять legs на Wings. А как сделать так, чтобы это, чтобы нужно, можно было просто в одной строке кода добавить, например, слово Wings в строку, литерал, и все остальное магическим образом работает, и строка создается вот так, как если бы она была написана таким же образом, как сейчас на экране. Вот в этом прикол. Идентифицировать паттерны, и эти паттерны как-то, и опираясь на эти паттерны, оптимизировать свой не очень сложный код. Ну, не сложен сейчас. А в будущем это вам поможет, когда у вас будут большие там приложения, большие фичи, большой объем методов, большой объем данных, с которыми нужно будет работать, со сложными структурами, то вот этот навык, он вам тогда пригодится, лучше натренировать его сейчас, с моей точки зрения. Так, это был второй инпут с моей стороны. Можно я еще 5 копеек ставлю, пока актуально? Да, конечно. Да, помимо того, что это просто короче, это короче читать, и такой момент, который для меня был не сразу очевиден. Знаете, вот этот известный факт, что мы можем в голове держать там современно то ли 4, то ли 7 фактов, ну там по разным, по разным версиям. Когда у вас есть просто один цикл, который перебирает какие-то входные данные, это, ну, грубо говоря, одна единица, один там айтем, одна штука, которую вы держите в голове. Да, у вас для каждого и для каждого из этого айтема есть отдельная строчка, которая что-то делает. Ну, даже если это очень простая строчка, это все равно гораздо больше штук, которые держать в голове, а держать в голове что-то сложно. Мы стараемся в этом смысле упростить себе задачу. Ну, там, люди шутят, потому что там программисты, люди ленивые, но вопрос даже не в том, что они ленивые, а в том, что действительно очень много информации, которую нужно усваивать, держать в голове и обрабатывать. Поэтому, чем проще код, который вы пишете, ну, да, тут, как раз, классный пример. С одной стороны, конечно, выводить консельблог каждой строкой это куда-то проще, вот, но с другой стороны, да, держать это все вот один айтем, там, я просто перебираю все циклом, это вот как бы одно действие, а выводить каждую штуку отдельно, это уже еще одно действие. Поэтому, да, это второй пункт, который я вот хотела добавить, наверное, это с моей точки зрения, с моей стороны уже будет input. Мы когда готовили этот курс, думали, как мы можем перенести свой опыт работы и, ну, наверное, объяснить или что-то показать так, как нам не показывали, когда мы учились, или как нам не объясняли, когда мы только начинали. И, наверное, основная проблема, с которой мы столкнулись, с которой я, например, столкнулась, это то, что очень сложно на учебных проектах, на каких-то маленьких таких заданиях объяснить, как это все будет происходить в масштабе. Потому что, когда у тебя есть один проект с Таней Джесс Лордом, где тебе нужно там собрать там 4 класса, да, или там с Проггером, где нужно 2 класса, или там, ну, можно из них сделать, там нет какой класса, это одно. А когда ты приходишь на огромный проект, в котором у тебя есть там, не знаю, 100-500 миллионов компонентов, и они там друг у дружка наследуют, и у них там есть какая-то переиспользуемая логика, что такое, тут ты уже как бы понимаешь, что, ну, это совсем, ну, во-первых, ты явно начинаешь видеть преимущество того переиспользования кода и какого-то внесения в общей части, ну, и сразу как-то по-другому начинают играть те инструменты, которые ты учил. мы старались перенести это как-то, ну, как-то показать это, продемонстрировать, но вот с тем же самым ООП, вот, я просто недавно буду, вот только что обсуждали C-sharp и так далее, очень, мне кажется, сложно понять преимущество ООП, когда у тебя есть три класса, потому что у тебя есть три класса, и тебе проще их просто написать, ну, не знаю, интералами. когда классов 100, это будет гораздо более понятно, но, да, наверное, если мы так сразу вам дадим написать 100 классов, вы нас проклянете, поэтому придется пока просто поверить мне на слово, что многие вещи, которые мы сейчас проходим, они будут гораздо, ну, они заиграют новым экраном, будет гораздо понятнее, когда вы придете в более крупный проект, сейчас просто придется поверить нам, что это полезно. Спасибо большое, и очень приятно читать, там, я тогда не видел чата, пока это все там рассказывал, вот, масштабирование, справа масштабируемый код, я очень рад, что это вот прям, ну, вот, это прям выскакивает в голове, что, чем отличается, глядя на два, на две версии кода, на два варианта решения, сразу выскакивают недостатки в голове, понятно, чем отличается. Так, там есть плюсики, скажите, пожалуйста, и мне кажется, мне подсказывали, что еще Георгий хотел что-то сказать, пожалуйста, ну, feel free. Доброго вечера, спасибо, спасибо, да, за то, что, за возможность участвовать в данном курсе, вот, хотим просто сказать, по поводу, по поводу второго года, да, то есть там, в принципе, нужно было, во втором примере, там нужно завернуть всю функцию, и потом вернуть интерполируемую строку, да, вот эту с параметрами, которая. Ну, ну, можно само еще, построение самой строки еще можно сделать так, чтобы не нужно было, допустим, тебе там 100 пропертий нужно вывести, и вот в том подходе, который был как раз в иллюстрации, ты такой копипастишь, скопипастил, поменял legs на wings два раза, потом скопипастил там heads, поменял, то есть wings на heads поменял два раза, и так далее, а это все можно на самом деле еще более оптимизировать. Если, если прямо сейчас нет никаких мыслей, как это можно было сделать, поверь мне, менторы подскажут, тебе подтолкнут к решению. Ну, подумаю, спасибо, спасибо. Я еще, я еще трошки маю нарахунок оптимизации, я погоджусь с нашим, что оптимизация это круто, но просто сейчас на вашем данном этапе просто прислухайтесь до менторів, потому что это не так очевидно, просто то, что показал Льоша, они насправді простые и так далее, но просто сейчас на данный момент я бы больше ставила увагу на то, чтобы сделать, просто сделать для вашего зрозумения, чтобы будет легче вам и простее, а позже вам ментор обовязковый, и подчас курсу мы также будем ставить на это акцент, чтобы вы научились все-таки правильно оптимизировать, потому что, на самом деле, это довольно сложная вещь, особенно для человека, которая стыкается вперше, все эти принципы соли, киска и так далее, и тому подобное. Нас Леша, это главный специалист в этом, бог всех оптимизаций. Я уверена, что он вам расскажет, как с этим жить, как это любить, потому что воно, так сказать, сприймать его очень важно, и это такая панацея, фактически, которая помогает, правда, программистам жить легче. Но мой сейчас пойнт в том, что не ставьте себе сейчас цель, написавший код, сразу оптимизовывайте. Вы сначала отдайте ментору, и он вам точно подскажет, как это сделать лучше. Дякую. Спасибо. Да, это тоже, кстати, совершенно нормальный подход. Пишешь так, как видишь, как понимаешь, как слышишь, а потом смотришь на это свежими глазами и, может быть, пытаешься оптимизировать или ищешь чьей-то помощи. Артем, да. Да, еще хотел бы добавить, что в процессе написания кода нужно думать, что код пишем мы не для компьютера, не для браузера, не для машины, а для человека, и потом просто можно так дооптимизироваться, да, как бы в одну строку все влепить, и оно классно будет работать, оно будет в одной строке помещаться, но потом в этом коде невозможно будет разобраться. Или там переменные поназывать А, или переменные Д, оно будет классно, емко, но потом в этом никак не разберется другой человек. То есть нужно писать код для человека, для себя через полгода, потому что ты сам через полгода ты все позабываешь. Да, спасибо, совершенно точно, там, однобуквенные переменные, это не оптимизация, это попытка сэкономить байты. И пишите комментарии, если в таких ситуациях, потому что комментарии тоже очень помогают, когда ты дивишься код через полгода, особенно когда ты, не знаю, ты какую-то там придумал крутошняшку, а потом подивишься на ней, такой, так, а что тут был, а что тут так, и так далее. Потому что комментарии мне тоже немного помогают. Но старайтесь писать комментарии, которые объясняют, почему именно так, ну, почему именно такое решение. Больше, чем тут, типа, здесь мы выводим, ну, то есть, типа, там, принт какой-нибудь там пропорти, и комментарий, типа, здесь мы выводим какие-то пропорти, он, ну, он не очень помогает, это на самом-то деле понятно из кода, ну, принт, чего-то там. А вот почему там какое-то, именно такое решение было принято, это да, это подсказка, в первую очередь, даже самому себе. Потому что Артем очень хорошо рассказал о том, что мы пишем код для других людей, так вот, там, я сам будущее через два года, я уже буду другим человеком. Когда я буду читать свой собственный код, я буду смотреть на него, в лучшем случае удивляться, кто-то такой написал. Но вообще будет очень приятно, если я сам смогу быстро понять, прочитать, найти точку входа там и так далее. Так, ну что, есть ли еще у кого-то, может быть, у кого-то из менторов есть какие-то инсайты, вот, опираясь на... А можно ли вопросик? Да, конечно, Макс. Там писали, как правильно размещать точку входа. Да, был вопрос от Макса, да, в смысле, был комментарий от Макса, на который писали вопрос, а как же правильно размещать. Можешь прокомментировать? Это вопрос ко мне, да? Это именно вопрос, это вопрос ко мне? Ну, это был вопрос в чате, и мы его оставили без ответа. А, давайте мы, может быть, в чате и ответим, там, во-первых, оно будет задокументировано, во-вторых, ну, там смогут... Нет, это в этом чате, поэтому оно все. А, сори, я вывалилась. Ну, смотрите, в больших, взрослых, как бы, приложениях, приложение там фронтендовое начинается, например, с индекс.js, ну, джаваскриптовая часть. И, как правило, вот этот индекс.js, он и есть точкой входа. И в нем очень часто, в больших приложениях, один есть всего лишь один единственный вызов. И тогда все очень просто. Мы сейчас вас не заставляем разбивать ваше приложение на модули. Модульность приложения, она как раз помогает упростить и очень легко идентифицировать точку входа. То есть, если там все функции, какие-то функции helper вынести в отдельный модуль, там, какой-то операционный код в самостоятельный модуль, а, например, в индекс.js просто оставить, сделать вызов самой главной функции, которая все стартует, ну, тогда это будет очень просто понять, где эта точка входа и очень просто ее тогда отслеживать. Ну, это вот один из способов. Есть разные способы, как это идентифицировать, как идентифицировать точку входа. И, в общем-то, это просто решается, как правило, это решается именно структурой приложения, ну, структурой, в смысле, файловой структурой приложения. Модульностью, включениями модулей, там, и так далее. Макс, это как-то отвечает на твой вопрос? Я, Макс, я сказал. Да, в принципе, это так, модульность – это хорошо, но хотя бы для начального просто называть там какой-то там старт-фанкшен, или мишен, или инит, просто чтобы было видно, откуда все может быть. Да, согласен, да. Это просто самое элементарное, чтобы вижу эту функцию, и от него вызвали другие функции, и там уже можно. Просто бывают случаи, где все начиналось с объема кода, и верхний, так, в принципе, просто одна функция, это не правильно название решить эти проблемы. Да, согласен, согласен. Спасибо. Я бы, если бы смотрела с точки входа, то я бы все консолила. То есть, брала каждую строчку и смотрела все. Ну, то есть, консоль лог, я бы тут, что воно даёт, что там даёт, а там, что таки, а тут, что. И воно сама распутывается, потому что, по факту, рано или поздно, воно все равно будет, ну вот, да, Бодя, правда, каже, добавь. Потому что, по факту, не завжди правильно називаете старт функцию, потому что потом, рано или поздно, воно разрастется, и придется, ну, то есть, мне кажется, что это трошки важче обслідковывать в том плане. Поэтому просто, просто пизднейше вы научитесь писать хок функции. Это функция функций. А вы как раз обернете ту старт функцию, и тут уже у вас начнется вопрос, а как ее еще раз переназвать. Потому что, по факту, вы називаете функцию так, за что она отвечает. То есть, она обработает какую-то информацию, так и напиши, там она обработает информацию. Это будет простейше понять, что делать, вот, фактически, сказать, функция, это должна нам пояснивать логику, что она должна делать. И так оно будет простейше понять, как раз точка входа. Спасибо. Спасибо. Так, есть у кого-то еще что-то добавить, или какие-то еще инсайты из полу-реквеста? Если нет, мы, на самом деле, работаем уже почти час. И давайте, может быть, кто-то хочет что-то спросить нас, пока есть возможность здесь вживую поговорить. Если нет, я тогда, пожалуй, никого не буду мучить, уже там, так сказать, вызывать к доске. И будем понемногу расходиться. Можно сказать, каких им передать привет другу, помахать ручкой, например. Можно в чатике, можно голосом. И мы будем уже понемногу прощаться. Так, это когда сказать нечего, но расходиться не хочется, да? Нет, на самом деле, я могу сказать спасибо всем большое за, наверное, за то, что есть такой курс, и я к нему тоже не так давно присоединилась. У меня тут целый план написан, как я его должна пройти до конца. Но у меня души, я даже думаю, что даже если я не пройду, то, на самом деле, что те знания, которые я получу, они точно не окажутся напрасными, пустыми. Это очень классно. И спасибо всем, что за это, на самом деле, уникальную возможность. Это очень классно. Огромное, огромное спасибо. Аня, спасибо. Нам очень приятно услышать это. Я в любом случае могу дать мне поддержать в том плане, что это такие большие комьюнити, которые очень дружелюбные. Я точно впевнена, что ты знайшла, ну, я думаю, что первым делом нужно найти однодумцев, которые будут тебя поддерживать, отдыхать, мотивировать и становиться лучше. Потому что, по факту, в Котанице вот как раз такая классная, как сказать, классная возможность найти такое. И как раз ты точно впевнена, что тебе это не будет в обтяжке, и ты впевнена, что ты будешь дальше развиваться. Потому что самое важное, мне кажется, это, когда ты сам, и ты не знаешь, от чего отштовхнутися, ты не знаешь, как пойти, и есть люди, которые могут сказать, «Эгей, давай, иди сюда», и ты лучше найдешь, как это решено. Потому что, по факту, это точно великий плюс, что ты знаешь, и ты дальше продолжаешь развиваться. Спасибо. Всем спасибо большое. Я подожду, пока не уйдет последний участник. Музычку послушаю. Спасибо всем, хорошего вечера. Пока-пока. Да, спасибо, хорошего вечера. Пока. Пока-пока. 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 Продолжение следует...